Туберкулез Туберкулез – одно из наиболее распространенных в мире инфекционных заразных заболеваний, которое развивается при попадании в организм микобактерии туберкулеза или всем известной палочки Коха. Если защитные силы организма в норме, то иммунные клетки атакуют возбудителя туберкулеза и не дают перейти в активную форму заболевания. Основной орган, который поражается при попадании в организм микобактерий – это легкие. 75% больных составляют лица в возрасте от 20 до 40 лет, то есть наиболее трудоспособного и детородного возраста. Чаще всего туберкулез передается воздушным или аэрогенным путем. Инфицированные люди не являются источником заболевания, то есть инфицирование или заражение – это еще не болезнь. У 90-95% людей, инфицированных микобактериями, болезнь никогда не переходит в активную форму, которая требует лечения. Если туберкулез переходит в активную стадию, то у человека появляются следующие симптомы – кашель, снижение аппетита, похудание, повышение температуры тела, слабость, боль в грудной клетке, кровохаркание. Кашель – основной симптом туберкулеза, и если он продолжается более двух недель, то необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления или в любое другое медицинское учреждение общего профиля для прохождения бесплатного обследования на туберкулез. В настоящее время в стране внедрены экспресс-методы лабораторной диагностики туберкулеза как чувствительной формы, так и туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, наряду с рентгенологическими методами, как рентгенография и флюорография органов грудной клетки. Благодаря применению молекулярно-генетического метода GenExpert можно выявить туберкулез и определить устойчивость к рифампицину, наиболее важному противотуберкулезному препарату в течение двух часов. Сегодня каждый должен знать, что в Казахстане этот тест, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, доступен каждому жителю. При подозрении на туберкулез, то есть при наличии признаков и симптомов заболевания, обязательно нужно пройти данное обследование в поликлинике по месту проживания. Найбольшей вероятностью заболеть туберкулезом может человек при снижении функции иммунитета. Причиной ослабления иммунитета является переутомление, неправильное нерациональное питание. Основную группу риска населения составляют лица, состоящие в контакте с больным туберкулезом, лица, состоящие на диспансерном учете с хроническими обструктивными заболеваниями легких, сахарным диабетом, страдающие алкоголизмом и наркоманией, вирусом иммунодефицита человека и получающие иммуносупрессивную терапию, а также лица, имеющие остаточные изменения в легких любой этиологии, лица, освободившиеся из мест заключения. Самое главное, важное – знать и запомнить туберкулез излечим. В Казахстане с 2010 по 2016 годы спасено более 35 тысяч человеческих жизней. При своевременном выявлении и лечении болезнь излечима, поэтому необходимо строго соблюдать назначение врача, не прерывать прием противотуберкулезных препаратов в течение всего курса лечения. Лечение при обычном чувствительном туберкулезе занимает около 6 месяцев. Сегодня туберкулез можно лечить в амбулаторных условиях по месту жительства больного. Лечение лекарственно устойчивых форм туберкулеза с применением новых противотуберкулезных препаратов. Казахстан – это страна, где достигнуты лучшие показатели лечения устойчивых форм туберкулеза. Туберкулез – это проблема всего общества, поэтому остановить его рост и распространение можно только тогда, когда каждый человек будет хорошо помнить и применять свои знания по профилактике туберкулеза в повседневной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok